О том, что тема национализма сегодня актуальна, говорит количество людей, которые пришли в свое рабочее время. Так считает организатор мероприятия, директор городского благотворительного центра Мазальтов Инесса Носенко. Среди гостей представители восьми национальностей – татары, белорусы, болгары, поляки, россияне, литовцы, армяне и греки. Мы сегодня предложили Запорожью программу, посвященную двум, на наш взгляд, очень сложным и очень таким щекотливым темам. Это тема, которая первый раз потрясла все человечество еще в 1915 году, когда было уничтожено большое количество армян. И второй раз потрясла все человечество в годы Второй мировой войны, когда тоже в пропорциональном соотношении раза, наверное, в 4-5 больше было уничтожено большое количество еврейского населения. Подобные встречи в еврейском центре проводят не впервые. Каждый раз их пытаются сделать необычными. Так, например, сегодня были показаны фильмы о геноциде еврейского и армянского народов во время Первой и Второй мировых войн. Если бы помнили в те годы, помнили и знали, знал весь мир о событиях, которые произошли в Турции, между турками и армянами, как турки врезали армян, то, скорее всего, бы и не произошло бы Холокоста. Об этом надо помнить, об этом надо знать и воспитать в людях добро друг другу, как бы любовь. Трагические события из жизни любого народа. Мы должны знать отношения, может быть, у разного представителя разных народов, свое, особое, личное. Но эти факты, они никогда, ни в коем случае не должны повторяться. Знать мы должны именно для этого. На встрече не было дискуссий и обсуждений проблем. Во время просмотра фильмов участникам раздали фотографии детей. Определить их национальность было сложно. Этим мы хотим сказать, что все люди равны, говорят организаторы круглого стола. В последнее время мы все больше и больше приходим к тому, что не нужно устраивать диспоты на том, хорошо или плохо, геноцид, холокост. Нужно гораздо больше времени узнать количество добрых людей, занятых хорошими, красивыми делами, большим, чем количество тех людей, которые будут воздавать. Продолжение следует...